23 февраля в День защитников Отечества в сквере 40 лет Победы состоялось торжественное возложение цветов к Вечному огню. В мероприятии приняли участие представители администрации, общественных объединений, политических партий, патриотических клубов, военнослужащие, кадеты, школьники и студенты. Отмечать праздник 23 февраля в нашей стране начали еще в 1922 году. Правда, тогда он носил совсем другое название – День Красной Армии. Позднее его переименовали в День Советской Армии и Военно-Морского Флота. После распада Советского Союза 23 февраля стали считать Днем защитника Отечества. Но как бы дату ни называли, ее суть – сохранить память о героическом прошлом нашей страны, воспитать будущие поколения в духе славных воинских традиций российской армии, всегда оставалась неизменной. День защитника Отечества – символ доблести русской армии, праздник сильных и мужественных людей. Это праздник отваги, верности и чести, подлинной любви к родине. В этот день мы отдаем дань уважения смелым и сильным духам людям, тем, кто посвятил себя защите Отечества, ветеранам, отстоящим нашу страну в боях, солдатам и офицерам воинских подразделений, нашим землякам, кто честно несет боевое дежурство в разных регионах России и за ее пределами. В память о всех погибших защитниках Отечества участники мероприятия возложили цветы к вечному огню, памятникам и мемориальным доскам. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...